Поговорим немножко о военно-политической обстановке, которая складывается в Украине и вокруг нашей страны. Сразу, кстати, первое, на что хочу обратить внимание, это то, что Министерство обороны Соединенных Штатов объявило о дополнительной пакете помощи на сумму 150 миллионов долларов. Это так называемый малый пакет, который содержит в себе боеприпасы к различным видам вооружения. Это, кстати, ответ на те вопросы по поводу прекратиться помощь или не прекратиться, вся помощь идет Израилю, а нам ничего не достанется. Нет, у нас все идет по плану, как заявки подавались, как они утверждены, так помощи поступает. В этот пакет помощи вошли первое, дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем НАСАМС. Ракеты для противовоздушной обороны АИМ-9М. Это, кстати, радиолокационные ракеты, те, которыми мы в том числе уничтожаем систему ПВО врага. Дальше, зенитные ракеты «Стингер», это переносные ПЗРК, дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности типа «Хаймарс». Артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров. Ракеты с трубным пуском, с оптическим отслеживанием, с проводной наводкой для ПТУРТОУ. У нас есть ПТУРТОУ, который работает по проводам. ПТРК «Дживилин», более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию, приборы ночного видения, взрывные боеприпасы для уборки помех. Есть такие, это инженерные боеприпасы, когда надо... Вот зубы дракона, их надо убрать, вот для этого используются такие боеприпасы, они убирают помехи. Снаряжение для холодной погоды и запасные части технического обслуживания и другое вспомогательное оборудование. Также на издание «Голос Америки» журналистка этого издания Мирослава Гангадзе, да, это жена, бывшая жена того самого журналиста Гангадзе, которого так жестоко убили в президентство Кучмы. Так вот, она работает в этом издании «Голос Америки», и она сообщила, что в январе Украина получит новые ракеты. Ну, не лично она, это просто в новостях прозвучало, что в январе месяце Украина получит новые ракеты дальностью 300 километров и весом боевой части 100 килограмм. Об этом она сообщила со ссылкой на чиновника Генштаба Вооруженных Сил Украины. В принципе, может быть, где-то логика есть, вместе с самолетами, вместе с авиацией появится и ракета «Атакумс» на 300 километров, которая даст возможность нам закрыть Крым со стороны материковой части Рашистской Федерации. То есть, это вопрос уничтожения Крымского моста, если мы его не решим раньше, чем придут эти ракеты. Потому как там разговоров вокруг его ликвидации ходит очень много. Ну и дальше на весну мы будем уже иметь два типа ракет, кассетную и осколочно-фугасную, с дальности 165 и 300 километров соответственно. Майк Джонсон уже делает первые заявления, которые нас не могут не радовать. В принципе, оказалось, что человек нормально подошел, ответственный и к назначению своему на спикера Нижней Палаты Конгресса Соединенных Штатов Америки. И он первое заявление сделал, что он беседовал с Джо Байденом, президентом США, и сказал, что готов обсуждать. Сейчас он сделал заявление о том, что нельзя дать Путину победить в Украине. Это, кстати, то, о чем я постоянно говорю, что здесь в первую очередь, если мы проиграем, то только по вине стран-партнеров, потому что они додали нам вооружение. Мы воюем с колес тем вооружением, которое они нам поставили. И это будет больше в физическом плане наше поражение. А в политическом плане это будет поражение Запада. Не может Америка проиграть, или 50 стран цивилизованного мира не могут проиграть фашистской России. Поэтому он тоже, видите, он с пониманием к этому отнесся, сказал, что нельзя дать Путину победить в Украине. При этом Майк Джонсон отметил, что нужно заставить отчитаться за каждый из расходований в Украине доллар. Ну, контролер у нас здесь есть, целый офис у нее есть. Так что я думаю, что они будут видеть всю бухгалтерию. Он подчеркнул, что... Джонсон подчеркнул, что американцы требуют отчетности за потраченные доллары, сказал он в интервью телеканалу Fox News. Ну, да, у них очень любят, у них очень часто, или даже постоянно у них чуть-чуть сразу задается вопрос, куда идут деньги налогоплательщиков. Кстати, это очень интересный момент. Там это... Ну, они задают этот вопрос, но это там можно посмотреть, все документы открыты. Кстати, у нас тоже есть закон Украины, который обязывает нашу счетную палату на их официальном сайте полностью бюджет должен быть открытый до копейки включительно. Все доходы, все расходы бюджета, все статьи, куда что тратилось, куда переводились деньги, где вот это все должно быть на сайте счетной палаты в открытом доступе. Любой гражданин Украины имеет право... Это закон Украины. Тут никаких, как бы, выдумок. Любой гражданин может зайти на сайт и проверить эту бухгалтерию. Закрытыми остаются только специальные статьи в военном бюджете Украины. Но макропоказатели все, даже в военном бюджете, все открытые. Вот, так что доходите, проверяйте, как выполняется этот закон в нашей стране. Далее, спикер парламента Турции подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщили турецкие СМИ. Ну, что ж, недолго, недолго держался Эрдоган. Спикер подписывает после голосования. Значит, парламент этот протокол одобрил. Теперь осталось подписать его Эрдже по Эрдогану. И Швеция препятствия в виде Турции будем считать, что преодолела. Почему говорю, что препятствия, очередное препятствие преодолела? Потому что есть еще одна препона. Оказывается, в Венгрии отказывается рассматривать этот протокол. Парламент Венгрии, Орбан, видимо, по просьбе Путина, ну, они большие друзья, делает все. Хотя он лично заявлял, что Венгрия никогда не станет последней страной, которая будет артифицировать протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. А вот сейчас получается так, что Венгрия осталась последней страной, которая не дает возможности Швеции стать полноценным членом НАТО. Так что рука Москвы, путинская, здесь видна невооруженным глазом. Интересно, как к этому отнесется сама Швеция в плане политической реакции. И чем Орбан будет аргументировать вот этот отказ парламента Венгрии рассматривать протокол о вступлении Швеции в НАТО. Соединенные Штаты успели перебросить уже в Израиль дополнительные системы противоракетной обороны. Об этом сообщает Wall Street Journal. То есть небо, в отличие от нас, небо Израиля уже, можно сказать, почти закрыто. Но что самое интересное, что ЦАХАЛ не дожидается. Пока политики примут решение, ЦАХАЛ проводит рейды в сектор газа. И вот такой очередной рейд состоялся ночью, в ночь на 26-е, в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий в секторе газа. Причем были нанесены удары по Хамас и их инфраструктуре, военной инфраструктуре. И насколько я понимаю, и в открытых источниках была информация, что это уже не первый такой рейд. И спецназ заходил, ЦАХАЛа, армия обороны Израиля, заходил на территорию газа и проводил свои специальные операции. Вообще там, конечно, надо отметить, что там обстановка очень сильно накаляется. Дело в том, что каждая страна старается, особенно стараются европейцы, начинают тянуть туда военные контингенты. И в том числе и Великобритания. Был визит министра обороны Великобритании в Египет, в Каир. И Риши Сунак делал заявление. Сейчас есть информация о том, что Великобритания на территории Египта сформировала несколько отрядов пограничников, которые должны способствовать эвакуации британских граждан, подданных Ее Величеству. В случае, если Египет примет решение на открыть КПП на границе с сектором газа. Ну, что-то сомнения берут, что пограничники будут заходить в сектор газа и помогать эвакуироваться. Я думаю, это спецназ будет делать, но назвали его таким хорошим словом отряды пограничников. Соединенные Штаты перебрасывают из США спецназ, свой силы специальных операций перебрасывается в Израиль. И из эскадры, которая с авианесущей ударной группы САУК высаживаются 2000 морских пехотинцев на территорию Израиля. Тоже говорят, что они будут способствовать поиску заложников, американцев, которые попали в заложники, а также поиску и эвакуации граждан Соединенных Штатов, которые находятся на территории сектора газа. Вот такая вот Франция. Франция тоже хочет свой военный контингент, но они через Ливан действуют. Там они хотят разместить. И Франция отправляет туда, я так понимаю, вертолетоносец. Это что-то типа корабля класса Мистраль. Направила с полным экипажем и летательными аппаратами. Вот этот вертолетоносец движется в Средиземное море к берегам Израиля. Также надо отметить, что Соединенные Штаты не промолчали и вместе с Израилем нанесли авиационные удары по базам Ирана, КСИР, точнее они почему-то разделяют КСИР и Иран, на территории Сирии. То есть только удары по американским базам наносились ракетами, вплоть до самодельных или кустарного производства. А здесь авиация Ф-16 нанесли довольно серьезный удар по базе Корпуса Стражей Исламской Революции на территории Сирии. Предполагалось, что там боеприпасы, вооружение и личный состав вот этих боевиков КСИР. Так что там довольно сложная обстановка. Плюс идут, напоминаю, идет группа кораблей Китайского флота. Тоже идет Средиземное море. И вот весь этот клубок серпентарий начинает завязываться вокруг сухопутной операции в секторе газа. Из-за боребрика на новости Россия и Северная Корея формируют пакет помощи, которые Северная Корея получит от Рашистской Федерации в обмен на боеприпасы, поставленные Рашистской армией для войны против Украины. Об этом сообщает британская разведка. Отмечается, что северокорейские боеприпасы уже были доставлены на военные склады на западе Рашистской Федерации, то есть на европейской части РФИ, ну скорее всего в приграничных районах они обычно размещают. Несмотря на то, что и в КНДР, и в Рашистской Федерации эту информацию отрицают. Ну и разведка отмечает, что если Северная Корея сохранит недавние масштабы и темпы военных отгрузок в Рашистам боеприпасов, то она может стать одним из важнейших зарубежных поставщиков оружия для РФИ наряду с Ираном и Белоруссией. Это отмечает британская разведка. Ну и сегодня, наверное, будет самая интересная новость. Можно, наверное, назвать ее вишенкой на торте. Это сообщение координатора Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джона Кирби. И американская разведка, ну он же делает заявление, понятно, на основе этих разведданных, полученных от американской разведки. Так вот, Джон Кирби заявил, что у них есть информация, что в российской армии практикуются расстрелы военнослужащих, которые не выполняют приказы, связанные с войной против Украины. То есть, фактически, если это говорит Кирби, значит, есть документальное подтверждение того, что расширское командование на местах расстреливает солдат, которые отказываются участвовать в боевых действиях против Украины. Ну, чем-то напоминает, когда формировалась РККА, рабочая крестьянская красная армия, Мехлис принимал участие в ее формировании. Говорят, что он очень любил лично расстреливать перед строем провинившихся солдат. Вот, наверное, в эти времена и уходит расширская армия. Потому что, ну, в заградотряды, да, были во Вторую мировую войну. Ну, хотя предателей тоже там, ну, тех, кого считали предателей, отказников, тоже расстреливали. Отправляли в штрафбат или расстреливали перед строем. Вот такая, так поддерживается. И дальше, дальше Кирби расшифровывает вот то, что у них есть данные. У нас есть сведения, что расширские войска действительно совершают казни солдат, которые отказываются подчиняться приказам. Мы также располагаем информацией, что расширские командиры угрожают расстрелом целым подразделением из состава вооруженных сил РФИ, если те пытаются отступить под огнем украинской артиллерии. То есть, но при этом расширская пропаганда продолжает утверждать, что террористический режим именно в Украине. Вот такая вот обстановка в расширской армии. Поэтому уже есть документальное подтверждение. Так что, я думаю, что Соединенные Штаты разрешили, разрешил Джо Байден передавать секретную информацию для материалов уголовного дела в Международный уголовный суд по иску Украины против РФИ за вооруженную агрессию против нашей страны. Так что это все будет в материалах этого уголовного дела. Субтитры создавал DimaTorzok